На канале появились новые подписчики, и не все знают историю Вадима. Вадим это парень из приюта, я оставлю в описании ссылку на видео с историей с ним. Много лет он провел в скитаниях, ночевал в лесу, ночевал в палатках. Честно говоря, у него как такового детства не было. В школе, а точнее в приюте, он отучился всего три класса. Хороших и добрых моментов в его жизни было достаточно мало, тем не менее он остался добрым и светлым парнем. И совсем недавно он потерял свою маму, отца он не знал с самого рождения. Конечно же, мы продолжаем заниматься поисками его мамы. Ну а пока идут поиски мамы Вадима, в этом выпуске мы решили осуществить его сокровенную мечту, о которой он с нами мельком поделился. Ну и конечно же, друзья, по традиции, я попрошу вас подписаться на наш канал, проверить стоит ли у вас колокольчик, чтобы приходили все уведомления. А также подписывайтесь на наш инстаграм сансара 05, там я выкладываю видео, которые не вошли в основные выпуски, а также личную жизнь. Ну и собственно, вам, друзья, приятного просмотра. Ну собственно, друзья, вот уже приехал Вадим, сегодня у Вадима будет большой день, он еще не знает, что с ним будет происходить, и вот мы приехали в первое место. Как ты думаешь, что будет здесь происходить? Если честно, я не знаю. Валера, а как ты думаешь, что будет здесь происходить? Ну я думаю, мы будем преображать Диму. Ну вообще-то мы приехали Вадима преображать, но собственно, да, друзья, вы просили, чтобы со мной что-то тоже сделали, соответственно, давайте сделаем заодно что-то и со мной. Вот собственно, Якуб на месте, так прошу тогда. Вот Вадим, Вадим, задача сделать красоту у него, ну и по просьбе Валеры и наших подписчиков, что-то еще со мной попробовать сделать. Мы так вот встаем, такое ощущение, что преображение нужно больше мне делать, чем Вадиму. Я буду говорить шепотом, чтобы Вадим не услышал. Вадим еще не знает, какой сегодня у него будет насыщенный день. Я, честно говоря, тоже до конца не знаю, только предполагаю. Хочется немного его побаловать, потому что, ну, 15 лет он жил в разъездах, и уверен, что по-настоящему празднику в его жизни никогда не было, и сегодня мы немножко, ну, поднимем настроение и сделаем маленький праздник. Ну, вообще другой человек. Так где Вадим-то? Шу-шу. Друзья, вот так выглядит лицо счастливого человека. Вот так выглядит грустного, которому еще на голове взрыв на макароны фабрики. Я тоже хочу так же, как Вадим. Рякуб, это вот Валер мне прислал, что он вот так вот меня видит. Друзья, правда ли похож? Это очень смешно. Похож, да, Вадим? Похож? Да. Ну, да, даже Вадим так же считает, да? Ну, ладно. Так, ну, друзья, ну что вы думаете, получилось ли у нас Вадима преобразить? Наверное, главный вопрос от Валеры, получилось ли меня преобразить? Я уверен, что точно получилось. Вот, Якуб, кстати, действительно мастер с золотыми руками. Поэтому, друзья, я оставлю ссылку на его инстаграм, обязательно к нему приходите. Это вот волшебник с большим сердцем, который нам всегда помогает. Вадим, ну ты доволен? Доволен. Валера, и ты доволен моим видом? Валера тоже доволен. Ну что, а у нас есть следующие планы. Как ты думаешь, куда мы поедем? Не знаю. Ну вот, и тогда и посмотрим. Лучше не знать. Да, лучше не знать. С Вадимом мы виделись несколько раз, и каждый раз он приходил в одной и той же одежде. Поэтому, друзья, для полного преображения мы хотели сделать, Вадим, еще один подарок. Купить абсолютно новый комплект одежды. Вадим, мы будем продолжать преображение, поэтому мы сейчас зашли в магазин одежды и полностью поменяем твой стиль. Поскольку, поскольку уже начали его делать, преображение, то нужно его довести до конца. Поэтому полностью сейчас поменяем стиль, выберем тебе новый комплект одежды. Собственно, переоденем тебя. Вот. Так что давай вместе выбирать. Вадиму мы подобрали одежду вместе с ним. Мне понравился его выбор. Вот ему вот этот вот бомбер. Ему очень идет, кстати, вот эта вот куртка. Мне нравится его. Друзья, Вадим еще не знает, что его ждет после того, как мы сейчас его переоденем. В прошлом ролике мы, кстати, не ставили один очень важный момент. В этом ролике мы его ставим и исполним его эту мечту. Вот так. Есть ли у тебя какие-то мечты? Их очень много. Ну, поделись. Честно, у меня есть такая маленькая мечта. Вот просто недавно заинтересовался музыкой. Хочу стать басистом. Басистом? Да. А играть умеешь? Не умею. Не умею. Ну, как настроение? Очень. Сокер? Да. Видишь, аж снег пошел. Так, ну что, у нас есть еще ряд мероприятий. Сейчас заедем покушаем. Голодный же? Да. Вот, покушаем, а потом еще в одно место поедем. Снежинки какие большие. Вот это да. Я первый раз такой снег вижу. Это снег и град одновременно. Ты из Магадана снег какой привез нам сюда. Такого не было давно. Так, мы идем. О-хо-хо. Что нам снег? Что нам дождь? Да? Как там поется? Именно вот так и выглядит счастье, друзья. Посмотрите, какой счастливый человек. Друзья, обратите внимание на счастливые глаза Вадима. Вадима – это очень скромный парень, у которого практически не было детства. Тем не менее, он очень добрый, от него исходят светлые лучи. Дальше мы поехали исполнить мечту Вадима, от которой он в буквальном смысле потерял дар в мяч. Ну, в общем, Вадим, значит, мы пришли к этому зданию. Это здание Копи-центр 24. Здесь вот есть полиграфия и кружева. Вот. Как ты думаешь, зачем мы сюда пришли? Не знаю. Вот. Мы пришли сюда для того, чтобы исполнить твою мечту. Была ли у тебя мечта, связанная с Копи-центром, либо кружевами? Ну, ладно, пойдем. Здесь не только Копи-центр. Но здесь уже становится понятно немного, собственно, зачем мы сюда пришли. У меня есть такая маленькая мечта. Вот просто недавно заинтересовался музыкой. Хочу стать басистом. 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 потому что у них градация есть по звуко-снимателям. Соответственно, если вы хотите металл играть, нужно брать с активной электроникой на хамбайкерах. Если вы какой-нибудь классический рок, классическую музыку... Активной электроники не надо. Король и Шуджин нравится, правильно получается? Да, скорбь нас. Ничего так звучало. Общая громкость, да. Попробуешь? Попробуй. Да, интересная модель. Вот это интересный звук. Но он вообще не то, что интересный, он клёв. Теппинг как называется. Да, я знаю. Ого. Не нравится именно этот бас? Очень. Ого! 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 так ну что мы определились будем брать получается четырех струны 5 струны конечно хорошо но 4 струны лучше и гриф тоньше такую первую песню разучишь кстати вот мне интересно интересно так-то мне очень нравится симон от рамштейн сим? симон ну что поздравляю это теперь твой инструмент как ощущение не нравится кстати как ты сразу относишься к гитаре в очень правильный настрой друзья и хочу поблагодарить магазин мусблок мы оставим сайт в описании по промо-коду san sara будет скидка 3 процента мы уже не первый раз здесь покупаем инструменты музыкальные если помните вот мы дарили антонине это многодетной маме и не делалиjem ее дочки и дочка пользуется скрипкой очень довольна поэтому за качество ручаемся доставка по всей россии ссылку оставим в описании вот как настроение вообще вижу с какой любовью обнимаешь гитару то у тебя точно все получится спасибо вадим ну знаешь я тебе точно скажу что самое важное во всем это отношение и вот я вижу то что у тебя гитаре прям вот есть огонь ну вот именно огонь музыканта на такой вот есть пожарище пожарище и вот мне лично я прям на тебя смотрю даже некая такая белая зависть есть в хорошем смысле почему потому что я бы наверно тоже хотел бы вот гореть творчески также как горишь сейчас ты и это очень здорово наблюдать навык все придет самое главное желание если желание есть если глаза горят все у тебя получится поэтому друзья еще раз если нужен бас гитарист да пока вадим еще сильно много всего не умеет я точно уверен что он научится посмотрите на его глаза посмотрите насколько он горит я думаю что все получится и он станет гениальным музыкантом друзья я надеюсь то что сегодня у нас получилось подарить радость вадиму и вам просмотром этого видео пусть у нас не всегда получается так как правильно и так как надо но мы всегда это дело на чистого сердца и безвозмездно я благодарю каждого из вас за просмотр этого ролика двери нашего канала открыты всегда с вами была ваша любимая команда сицера до встречи в новых выпуск ПЕСНЯ